я приветствую всех зрителей своего канала сегодня покажу ароматы которыми я пользуюсь в октябре они не являются осенними они у меня не ассоциируются с осенью просто они у меня заканчиваются я хочу с ними распрощаться я ароматы использую по желанию по настроению я не ориентируюсь на сезон тем более я время провожу или в помещении или в машине и на улице бываю только тогда когда мне хочется первый аромат который я вам покажу это аромат нуар эпиз он у меня давно поэтому его нужно закончить переводится он как черная специя это аромат унисекс сначала мне казался мужским и я им не пользовалась потом я услышала шлейф этого аромата него стала активно использовать и сейчас он мне уже заканчивается разносила я его наверное года через три ему наверное года 4 у меня сейчас я на белом листе вам покажу оттенок жидкости потому что для многих оттенок жидкости является важным показателем он такого яркого желтого цвета обычного соответственно он имеет среднюю насыщенность но все ароматы этого бренда они безумно стойкие и этот аромат у меня ассоциируется с молодым человеком с успешным который любит роскошь потому что аромат действительно роскошный и такой классный сезонов у него сезона у него нет и но он прекрасен наверное осенью весной и зимой потому что летом хочется чего-то более свежего и он не на жару потому что стойкий а летом нужно использовать легкие ароматы он держится на коже до тех пор пока вы его не смоете но моя кожа она сама по себе сладкая и все ароматы становятся более сладкими поэтому я даже могу пользоваться мужскими ароматами они мне через час становится сладки я разносил этот аромат я его сначала считала мужским потом я его разносила и сейчас я с удовольствием пользуюсь им его нужно закончить поскорей черные специи на старте я слышу розу потом есть гвоздика такая пряность потом есть перец потом есть орех и все это в древесном сандаловом обрамлении которое держится безумно безумно долго и у меня такая ассоциация кто в детстве у бабушки вкусняшки тырил тот меня поймет вы заходите на кухню и там находится деревянный буфет и в верхних ящичках этого буфета находятся всякие баночки со специями изюм конфетки пряники и вот такое ощущение каких-то специй разных и древесное древесное обрамление пахнет деревом и внутри всякие разные баночки там есть изюм там есть орешки там есть конфетки есть всякие печеньки и вот этот запах вот этих вот пряностей в древесном обрамлении и здесь сандал но сначала когда я его купила он у меня ассоциировался с ароматом булгари black такая шайбочка который пахнет резиной и мне казалось что он пахнет резиной но потом я поняла что это действительно специи в сандаловом обрамлении безумно стойкий аромат подружилась я с ним не сразу хотя у меня огромный опыт у меня где-то 500 нишевых флаконов я могу разносить практически любой аромат но с этим у меня отношения складывались не сразу поэтому этот аромат он такой знаете он сложно разнашивается и с ним сложно подружиться следующий аромат о котором я хочу рассказать называется да им и рис от бренда лабораторию альфа тива редкий бренд я никогда не слышала ни на ком эти ароматы но я отношусь к этому производителю с огромным уважением обратите внимание на оттенок жидкости такой коньячный оттенок жидкости такой темно-темно-рыжий как чай красный чай соответственно он насыщенный бутылочки у него у этого бренда все одинаковые и название написано просто на бумаге лаконичная крышка ничего особенного в оформлении нет но зато видно оттенок жидкости и уровень жидкости я уже использовала два аромата лаборатории альфа тива это третий и у меня не было разочарования я всегда восхищена качеством этого бренда и звучанием потому что эти ароматы все они безумно качественно собраны у них нет такого чтобы но то рассыпались чтобы что-то фальшивила классные ароматы все они выдержанные и действительно я думаю что я буду покупать все ароматы этого бренда по очереди и чтобы у меня в коллекции всегда был аромат от этого производителя люблю его хотя я очень редко хвалю парфюмерию обычно у меня разочарование но к этому бренду у меня такое вот отношение уважительное значит этот аромат он пахнет ирисом который напоминает пудру для лица вот если вы представляете какая дорогая пудра для лица вы открываете крышечку этой пудры и запах пудры вот приблизительно так он пахнет но здесь самая-самая такая яркая нота это амбра за счет этого этот аромат он такой знаете унисекс для мужчин и для женщин также здесь есть кардамон в старте то есть при нанесении пахнет кардамоном я сначала не понимала что такое что такое что-то с кофе связано но это не запах кофе потом я вспомнила что кофе с кардамоном я редко пью кофе иногда некоторые угощают кофе с кардамоном иногда кофе с корицей я потом вспомнил запах кардамона я сразу поняла что это кардамон на старте кардамон также есть какая-то алкогольная нотка но это ром а у меня с ромом не очень отношение если я хорошо разбираюсь в винах и в бренде то с ромом не очень но то есть такая алкогольная нотка рома которая знаете ассоциируется с конфетами с шоколадными конфетами иногда шоколадные конфеты добавляли добавляют алкоголь приблизительно вот так вот это пахнет потому что как это сладость есть и алкоголь и также здесь есть мускус но он не на всех на мне мускус тут не ощущается но на других когда я этот аромат наши на других я замечаю мускус через три часа я на себе мускус в этом аромате не ощущаю но у меня с мускусом очень классные отношения поэтому я на него могу и не обращать внимание потому что мускус это одна из нот которая классно садится на моей коже и ароматы где есть мускус большая вероятность что на мою кожу не хорошо сядут просто мускус такая нота капризная с кем-то она дружит это но то с кем-то нет и есть люди на которых мускус раскрывается какими-то животными зоопарком что-то котиками какие-то такие ассоциации грязи на мне мускус он придает какую-то теплоту и объем просто это зависит от кожи человека мне мускус всегда подходит поэтому я его тут не ощущаем тут его мало есть но может быть мускус тут просто этот аромат делает более теплым такой знаете не освежающий аромат который холодит а такой аромат который согревает такая теплая амбра такая припудренность такой кардамон алкоголь и еще здесь присутствует запах замши как будто вы покупаете новую замшевую куртку или новую замшевую сумку или замшевые перчатки кто любит замшу они понимают что есть магазины где продают обувь или сумки и вот эти классные вещи и замши когда они новые они имеют такой вот запах и вот этот запах здесь присутствует такой роскошный аромат при пудренности с кардамоном с алкоголем с мускусом в шлейфе который появляется через несколько часов и амбра которая здесь главная нотка и ее амбро все хорошо ощущает такая теплая амбра которая подходит и мужчинам и женщинам вот такой аромат я буду дальше покупать ароматы этого бренда чтобы меня по одному они были потому что они действительно очень хорошо собраны все ноты они изысканные роскошные нет никаких на старте ужасных дешевых бергамотов как у многих люксовых ароматов такой гармоничный сбалансированный аромат это второй аромат третий аромат это эсцентрик номер три популярный бренд молекулярной парфюмерии еще есть джулетта хазеган который тоже любит выпускать молекулярные ароматы у этого бренда эсцентрика есть молекулы и есть эсцентрики молекулы очень индивидуальные и имеют тонкое звучание эсцентрики имеют какую-то пирамиду но все равно имеют такое молекулярное звучание здесь яркое освещение на самом деле аромат не настолько зеленый он обычный такой желтый как как зеленый чай аромат оттенок зеленого чая и этот аромат он на старте при нанесении такой цитрусовый запах лайма потом все эти ароматы они про чистоту про легкость про свежесть поэтому это кожа и мускус в этом аромате также здесь есть ирис и чай такой знаете запах чая запах ириса то есть такой запах чистоты чай ассоциируется с чистотой ирис ассоциируется с какой-то косметикой от герлен и все это в древесном обрамлении такой аромат я его и не могу сказать что полюбила то есть я пользуюсь этим ароматом получать него удовольствие но это не тот аромат который я хочу повторять у меня у этого бренда есть другие фавориты этот аромат не является фаворитом но он такой освежающий он такой легкий свежий знаете аромат унисекс который больше подходит женщинам наверное к молекулярный свежий аромат в принципе в стиле всех эсцентриков и у него отсутствует крышка мне это не нравится конечно но подходят другие крышки нет это не подходит но есть крышки которые подходят к нему и когда у меня вот этот аромат хранился я использовала другую крышку от бренда этот libre de orange которая показывала не так давно у всех ароматов отсутствуют крышки и выглядит вот они все одинаково таким вот образом есть соточки есть 30 очки 100 миллилитров эсцентрик номер три я больше люблю молекулу номер два и красный аромат который покажу вам позже так и еще один аромат который я тоже выбрала на октябрь потому что он тоже заканчивается у меня это одного бренда тоже молекулярный аромат но он такой знаете унисекс который все-таки мне кажется наверно больше он мужской но им пользуюсь только я и этот аромат имеет такую особенность что у него огромная пирамида тут вообще есть много нот что только сюда не добавили но этот аромат звучит на всех по-разному в принципе все молекулы они и задуманы таким образом что в зависимости от того какая у вас кожа этот ароматом будет или свежий или горький или сладкий или водянистый или быстро улетать или раскрываться на мне этот аромат постоянно раскрывается разными нотами то есть я его наношу потом его не ощущаю потом потом раз и он появляется появляется цветами потом исчезает потом появляются другие ноты потом исчезает такое ощущение как будто на мне нет аромата но я хожу по какому-то магазину где пахнет разными запахами и периодически тестирую обоняю разные ароматы вот такой вот интересный аромат но я его тоже повторить не буду но он интересный здесь 50 миллилитров такой квадратный флакончик такой освежающий аромат он неудушливый он прекрасен для того чтобы использовать днем я им пользуюсь с удовольствием и я надеюсь что у меня закончится такие вот дела подбирала я для этого видео ароматы те которые заканчиваются для того чтобы с ними распрощаться и для того чтобы для себя запечатлеть ощущение от этих ароматов свое мнение запечатлеть и для тех кому это интересно все ароматы которые я вам показывала они у меня уже закончились потому что когда я снимаю видео про парфюм это бывает только в том случае если с ароматами я прожила год как минимум он у меня заканчивается и я выносила в жару и в холод и я говорю то мнение которое я оставляю для себя вот поэтому ни один из ароматов у меня не испортился просто мне пишут комментарии что у меня все это портится ничего не портится потому что в этом году я купила всего шесть флаконов и закончила больше чем шесть и все ароматы которые у меня есть они у меня находятся года два или три после покупки и потом я их заканчиваю такие вот ароматы октября я думаю что вам рассказала все что думаю о них я надеюсь что вам было интересно я вам всем желаю уютной осени добра счастья и любви пока пока